Птицы, обитающие в Новой Зеландии, поистине уникальны. Дело в том, что животный мир двух островов, на которых и расположено государство, развивался изолированно от всего мира. Местные птицы практически не скрещивались с прилетевшими из других материков видами, поэтому и обладают необычной внешностью и характером. Взять, к примеру, попугаев какапа, которые находятся на грани вымирания. Содержание какапа также известно как сориные попугаи и считаются одними из самых древних птиц на Земле. У этих желто-зеленых созданий слишком короткие, закругленные крылья, поэтому они не умеют летать. По своему характеру эти птицы очень дружелюбны и за хорошее отношение очень привязываются к людям. Где бы вы увидели такую птицу, если не в Новой Зеландии? Возможно, именно из-за неумения летать и излишней доверчивости эти птицы и оказались на грани вымирания. Дело в том, что природная наивность этих птиц возникла не на пустом месте. Новая Зеландия была заселена людьми только около 700 лет назад, и до тех пор единственными млекопитающими на этих островах были летучие мыши. Попугаем было нечего бояться, поэтому у них и не развелись защитные инстинкты. Коренные жители Новой Зеландии, известные как народ Маури, легко ловили их и употребляли в пищу. Мясо этих птиц считалось деликатесом, поэтому неудивительно, что они были практически полностью стерты с лица земли. О том, что птицы какапа находятся на грани вымирания, стало понятно еще в 19 веке. Помимо того, что их истребляли люди, на них также начали охотиться крысы, кошки и другие животные. В 1999 году в мире насчитывалось всего лишь 62 совиных попугая, но биологи начали активно разводить их в неволе и выпускать на защищенные территории. Благодаря этому, к январю 2019 года количество этих редких птиц возросло до 147 особей. Практически у каждой из них есть имя. Но попугаи какапа не являются единственными птицами Новой Зеландии, находящимися на грани вымирания. К ним еще относятся птицы киви, которые ведут очень скрытный образ жизни и об их скором вымирании человечество узнало довольно поздно. По оценкам ученых, около тысячи лет назад в лесах островов обитало более 12 миллионов птиц киви. Затем на островах появились люди, и к 2004 году популяция редких птиц сократилась до 70 тысяч особей. И это речь идет только о птицах на грани вымирания, вымерших видов птиц Новой Зеландии тоже предостаточно. Взять, к примеру, птиц вида эйгота лосновы, Зеландии, которые относятся к семейству совиных козадоев. Их останки были найдены в 1968 году палеозоологом Роном Скорлеттом. Точная причина вымирания этого вида птиц неизвестна, но она так или иначе связана с деятельностью прибывшего сотни лет назад на острова народа Маури. По мнению ученых, чтобы исправить свою большую ошибку и восстановить популяцию птиц в Новой Зеландии, человечеству может потребоваться около 50 миллионов лет. То есть восстановить животный мир островов уже не получится, потому что даже первые прямоходящие люди возникли всего лишь около 2 миллионов лет назад. На данный момент человечеству даже сложно представить, насколько масштабен такой промежуток времени, о каком восстановлении популяции всех истребленных в Новой Зеландии птиц может идти речь. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.